Приветствую тебя на моем канале! В этом видео я покажу тебе 7 лучших радиоуправляемых машинок с пультом для дрифта внедорожников на 2024 год. Я рассмотрю особенности каждой модели и выделю их преимущества и недостатки. Будет интересно, так что не переключайся! HB Ford Mustang – это компактная радиоуправляемая модель культового мустанга, выполненная в масштабе 1 к 16. Первое, что бросается в глаза – это впечатляющая детализация, напоминающая о мощном прототипе. Автомобиль развивает скорость до 9,7 км в час и оснащен пистолетным пультом управления на частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает точное управление на расстоянии до 45 метров. Однако при всех своих достоинствах модель не лишена недостатков. Например, максимальная скорость может показаться недостаточной для опытных любителей радиоуправляемых машин, а USB-аккумулятор требует регулярной зарядки, что может ограничить продолжительность игры. Отличие этой модели от других в том, что она отлично подходит для новичков и тех, кто ценит не только скорость, но и реалистичный внешний вид автомобиля. Если сравнивать с более крупными моделями, она выигрывает в компактности и простоте использования, но уступает в производительности. В итоге HB Ford станет отличным выбором для тех, кто хочет добавить в свою коллекцию стильный, но доступный RC Mustang, который больше подойдет для спокойных заездов по ровным поверхностям и любителей красивого дизайна. В описании под видео я оставила для тебя скидочный промо-код и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Carrera LimeStar – это шустрый багги, который впечатляет своей скоростью и проходимостью. Он способен разогнаться до 50 км в час, что делает его идеальным для гонок на улице или в более сложных условиях. Полный привод и гидравлические амортизаторы обеспечивают отличное сцепление с дорогой и стабильность на поворотах. Благодаря масляным амортизаторам и металлическим шестерням, этот багги справляется даже с трудными трассами, а его защита от брызг позволяет кататься по влажным поверхностям. Однако время работы составляет всего около 15 минут, что может оказаться недостаточным для долгих заездов. Вдобавок, относительно долгое время зарядки, 70-80 минут, требует терпения. Это делает его не самым лучшим выбором для тех, кто ищет устройство для длительных прогулок без частой подзарядки. Среди других RC-машин Carrera Limestar выделяется своей прочностью и производительностью, но уступает моделям с более длительным временем работы от аккумулятора. Тем не менее, его скорость и устойчивость делают его превосходным выбором для гонок по пересеченной местности и сложным трассам. В итоге этот багги подойдет тем, кто ищет мощную и быструю модель с отличной проходимостью, но готов мириться с необходимостью частой подзарядки. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. MJX Hypergo – это мощный радиоуправляемый автомобиль, который способен удивить своей скоростью и маневренностью. Благодаря бесщеточному двигателю и системе полного привода, этот автомобиль отлично справляется с любыми дорожными условиями, будь то асфальт или легкое бездорожье. В комплекте идут разные типы шин, включая дрифт колеса и шины для максимального сцепления, что позволяет использовать машину как для скоростных гонок, так и для дрифта. Автомобиль достигает скорости до 42 км в час с аккумулятором 7,4 вольт, но при использовании 3С аккумулятора может развить до 60 км в час, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. Время работы на одном заряде составляет от 13 до 20 минут, что, хотя и немного, компенсируется высокой скоростью и отличными характеристиками управления. Среди недостатков можно отметить довольно долгий процесс зарядки – около 4 часов, а также отсутствие возможности тонкой настройки подвески. Но зато машина оснащена прочными металлическими шестернями и гидравлическими амортизаторами, что повышает ее долговечность. В целом, MJX Hypergo MJX 14302 – отличный выбор для тех, кто ищет баланс между высокой производительностью и доступной ценой. Эта модель особенно понравится любителям скорости и дрифта, которым важны как мощность, так и управляемость. Рэмо Хобби Монстр С-Макс – это доступный и довольно мощный радиоуправляемый монстр-трак, который способен доставить массу удовольствия от вождения. Он оснащен полным приводом и коллекторным двигателем, что позволяет ему уверенно справляться с бездорожьем и развивать скорость до 40 км в час. Эта модель отличается хорошей управляемостью благодаря мягкой подвеске и большому клиренсу, что делает ее подходящей для различных типов поверхностей. Однако стоит учесть, что данная модель использует коллекторный двигатель, который уступает бесщеточным аналогам в плане долговечности и эффективности. Кроме того, время работы от одного заряда составляет примерно 15-20 минут, что может ограничивать продолжительность заездов. В сравнении с аналогами, такими как VL Toys 979, этот автомобиль предлагает конкурентоспособные характеристики при относительно низкой цене, делая его отличным выбором для начинающих и тех, кто ищет бюджетный вариант для веселого времяпрепровождения. Toyota AE86 – это точная реплика легендарного автомобиля в масштабе 1 к 24. Модель оснащена задним приводом, что идеально подходит для дрифтовых заездов на небольшой скорости. Машинка имеет хорошие ходовые качества и достаточно устойчивую подвеску для своих размеров, что позволяет ей легко маневрировать и проходить повороты в дрифте. Легкий и прочный корпус защищает внутренние компоненты от повреждений при случайных столкновениях. В целом, Toyota подойдет как начинающим любителям радиоуправляемых автомобилей, так и фанатам японской автомобильной культуры, ищущим качественную модель для коллекции или активного использования. Remo Hobby Rocket – это мощный радиоуправляемый автомобиль, предназначенный для любителей высоких скоростей и бездорожья. Модель оснащена прочной конструкцией с водонепроницаемой электроникой, что позволяет использовать ее в различных погодных условиях. Благодаря мощному коллекторному мотору и полному приводу, эта машинка способна развивать скорость до 50 км в час, обеспечивая динамичное управление на любых поверхностях. Одним из главных преимуществ модели является ее хорошая проходимость и устойчивость благодаря большим колесам и качественной подвеске. Однако, как и у большинства моделей такого класса, время работы от аккумулятора ограничено – около 15 минут на полном заряде, что компенсируется впечатляющей производительностью. Эта модель отлично подходит для начинающих и опытных пользователей, которые ищут надежную и быструю радиоуправляемую машинку для активных заездов на улице или трассе. Она также хорошо подходит для кастомизации, например, замены амортизаторов на алюминиевые для улучшения управления. Далее на очереди авто от VL Toys, который предлагает отличное соотношение цены и качества для любителей высоких скоростей. Эта модель оснащена мощным коллекторным двигателем 550, что позволяет ей развивать скорость до 60 км в час. Полный привод и масляные амортизаторы обеспечивают отличное сцепление и управляемость как на асфальте, так и на бездорожье. Машинка обладает прочным алюминиевым шасси и металлическими деталями подвески, что делает ее устойчивой к повреждениям при прыжках и езде по неровным поверхностям. Благодаря высокой мощности и хорошей подвеске, эта модель отлично справляется с агрессивным вождением, включая прыжки и дрифт. Однако время работы на одном заряде составляет около 10-14 минут, что типично для таких мощных моделей. Зарядка аккумулятора занимает около 3 часов. VL Toys – это отличный выбор для тех, кто хочет получить качественную и быструю модель за разумные деньги, особенно если ты только начинаешь знакомство с миром радиоуправляемых машин или хочешь попробовать свои силы в гонках. И вот мы подошли к финальной части обзора. Не забудь, что ссылки на все модели из моего рейтинга ты найдешь в описании под этим видео, проверь сам. А еще воспользуйся скидочным промо-кодом, который я для тебя подготовила. Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!